Одна копейка, 1924 года. Первая медная монета в истории СССР. Для нумизматов представляет интерес то, что стоимость этой монеты достаточно сильно варьирует в зависимости от разновидности. Актуальные на сегодняшний день цены на одну копейку 1924 года находятся в интернавале от 200 рублей до 100 тысяч. Главным образом коллекционная стоимость монеты определяется вариантом исполнения сторон с гербом и гурта монеты. Вот по этой стороне. На реверсе монеты прописан номинал. Цифра 1. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись копейка. Ниже указан год чеканки, дата 1924. Под ней круглая точка. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, скрещенные внизу под точкой. Стебли колосьев имеют продолжение и, проходя вверх по бокам вдоль канта, соединяются вверху над цифрой 1. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом кривису на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты от чеканин герб СССР, образца 1923 года, с шестью витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик, по числу языков союзных республик, образовавших в декабре 1921 года СССР. Эти языки русский, белорусский, украинский, армянский, грузинский и тюркско-татарский. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами, бьющими вверх, и планеты, размеченные параллельными и меридианами, серп, наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. На скрещенном серпом и молотом отчеканин пятиконечная звезда. По окружности лозунг «Пролетарий всех стран», запятая, соединяйтесь, восклицательный знак. Под гербом обозначена аббревиатура государства, надпись «СССР» с точками после каждой буквы. По этой надписи определяется редкая разновидность монеты, а также по окончанию серпа, если он смотрит в полюс или не смотрит в полюс. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый. Вес монеты 3,27 грамма. Изготовлена монета из меди. Нормативный диаметр 21,3 миллиметра. Толщина 1,2 миллиметра. Гурт рубчатый. Чеканили монету на ленинградском монетном дворе. Тираж составил 176,5 миллионов штук. Средняя цена такой монеты в районе 250 рублей. Но, внимание, если гурт гладкий, а не рубчатый, такая монета стоит до 30 тысяч рублей. Вот перед вами сравнительный рисунок. Вверху гладкий гурт. С таким гуртом монета стоит до 30 тысяч рублей. Так, теперь по острию серпа. Если острие серпа в полюсе, вот, монета рядовая стоит 250 рублей. Острие серпа ниже полюса, как вот на правом рисунке, и солнце без венчика, как на нижнем левом рисунке, вот. Такая монета стоит 500 рублей. Если острие серпа ниже полюса, а солнце с венчиком, как вот на нижнем правом рисунке, такая монета нечастая, стоит 1 тысячу рублей. Ну, и самую дорогую разновидность стоимостью 100 тысяч рублей определить достаточно легко. Слева буквы СССР округлые, вот, на монете. А справа буквы СССР вытянутые, вот, хорошо видно. Вот с такими вытянутыми буквами монета будет стоить 100 тысяч рублей. Это редкая разновидность. Продолжение следует...